Одни из них погибли в бою, другие не были достроены, третьи стоят на вечной стоянке, и сражения им только снятся. Но теперь они получат вторую жизнь. Мы воссоздаем корабли по историческим чертежам и отправляем их в бой. World of Warships. Сухой док. К середине Второй мировой войны на Тихом океане ВМС США считали необходимым на каждую пару ударных авианосцев типа «Эссекс» в первой линии боевого состава иметь один лёгкий авианосец. Таковыми являлись вступившие в строй в 1943 году девять кораблей типа «Индепенденс», быстро переделанные из ранее заложенных лёгких крейсеров типа «Кливленд». Но скорого окончания войны никто не ждал, и следовало учитывать необходимость восполнения неизбежных потерь. Для этого в 1944 году было заложено ещё два лёгких авианосца, но уже по новому проекту. В отличие от предшественников, Сайпан и его систершип «Райт» сразу строились как авианосцы. Хотя за основу при проектировании были взяты корпуса и двигательные установки заметно более крупных, чем «Кливленды», тяжёлых крейсеров типа «Балтимор». С учётом предыдущего опыта, это позволило создать корабли много удачнее, чем появившиеся экспромтом «Индепенденсы». Сайпан обладал лучшими мореходностью и конструкцией корпуса. Солидная броневая защита корабля стала сравнима с большими авианосцами типа «Эссекс». Что особенно важно, были усовершенствованы защита и система подачи выросших объёмов авиационного боезапаса. Полётную палубу усилили для использования самолётов весом до 9 тонн. Авиагруппа имела 40 с лишним машин. Корабль развивал скорость 32 узла, обладал приличной ПВО ближней зоны. Более четырёх десятков 40-мм автоматических стволов. Однако в строй Сайпан вошёл только в июле 1946 года. А по окончании войны сам класс лёгких авианосцев мгновенно морально устарел. Впрочем, построенные по специальному проекту новые корабли ждала иная судьба, чем тогда же быстро отправленных в резерв Индепенденсов. Сайпан оставался в боевом составе флота ещё 10 лет, причём отнюдь не только в роли учебного корабля для курсантов авиационной школы ВМС или лётчиков-резервистов. В 1948 году именно на борту Сайпана вошла в боевой состав ВМС США первая эскадрилья палубных реактивных самолётов FH-1 «Фантом». Авианосец нёс службу в Атлантике, Средиземном море, у берегов Кореи и Индокитая. В середине 50-х планировалась перестройка корабля в учебный авианосец с угловой палубой, но не состоялось, и в 1957 году он был выведен в резерв. Надо сказать, что на этом жизнь нашего героя не закончилась, и спустя несколько лет уже под названием «Арлингтон» корабль в ином качестве снова вошёл в боевой состав ВМС. Но это уже совсем другая история. В World of Warships американский авианосец Сайпан расположился на восьмом уровне. КОНЕЦ